Раньше, чтобы проверить управляющую компанию, нужно было собрать и согласовать целый пакет документов. Это занимало достаточно времени. Теперь эта процедура станет проще. Но необходим повод – конкретные обращения от жителей. Единственное, что в этом случае мы не имеем права выдать предписание. То есть вот эта вся система, она немножко была переделана как раз в ту сторону, что мы не можем выдать обязательное предписание со сроком, выдаем предостережение и дальше его контролируем. Министр в прямом эфире ответила на ряд вопросов индивидуально по адресам. Также она отметила, что в прошлом году отремонтировали почти полторы тысячи подъездов и больше 400 домов привели в порядок. Хотелось бы, конечно, больше. Безусловно, хотелось бы больше. Но мы ограничены, как, собственно говоря, собираемыми деньгами, так и подрядчиками. И другими параметрами тоже. Понятно, что это все равно определенная работа. Главный показатель успешной работы – это, конечно, снижение числа жалоб. Со слов министра показатель упал на треть. Если же у вас возникли проблемы с управляющей компанией, вы можете обратиться в аварийно-диспетчерскую службу, позвонить на горячую линию ЖКХ или написать на портал НашСевер. Кирилл Грапиняк, ТВ 21+.